Дима, привет! Как дела? Все хорошо, потихонечку продаем. Как наши идут продажи? Хорошо идут продажи, люди очень сейчас озабочены здоровым питанием. Я продолжал заниматься спортом, когда открылась моя компания, и инвестиции были постепенными. Они начинались с небольших, потом увеличивались, увеличивались, и приходилось инвестировать в компанию на протяжении, наверное, двух с половиной лет примерно, пока компания не вышла на самоокупаемость. Работает около 40 человек. Наша предприятие окупается уже больше года, при том, что открылась она в январе 2012 года. и сейчас уже приносит небольшую прибыль. Производство экологической продукции – это особенная сфера, кроме того, что интересная, очень еще и почетная. И это то, что немногие делают. Плюс появились возможности в свое время, появились определенные объекты, земля в Олексинском районе Кельской области. Я самоучка, так уж получилось, что постепенно-постепенно учился и узнавал что-то новое, и продолжаю узнавать, и буду продолжать узнавать, и это будет, видимо, длиться всегда. Тем не менее, бизнесу учиться нужно. Конечно, это позволило бы, скажем так, не допустить каких-то ошибок, которые были допущены. Спорт помогал, наверное, какими-то качествами, которые удалось развить благодаря спорту. Это стремление к поставленной цели, несмотря ни на что. Дисциплинированность в определенном роде. Ну, и, конечно, финансовый спорт помог, потому что эта компания открывалась на деньги, которые были заработаны в спорте. Мы одни из немногих в России производителей органической полбы, которая к нашей большой радости в том числе попадает в продукты детского питания. Вот эта полба, которую упоминал Пушкин в своей сказке о балде, там текст был что-то вроде «Буду в год служить за три щелка тебе полбу, а есть мне давай вареную полбу». Вот это уникальный продукт, органическая полба, это просто великолепный продукт, особенно для детишек, особенно для детишек, которые страдают аллергией на глютен. Мы достаточно активно взаимодействуем в том числе с государственными органами, с местной администрацией и с Министерством сельского хозяйства. Действительно, получаем поддержку, отношение к нам очень доброжелательно. География потребителей сейчас – это вся Россия. Кроме этого, мы достаточно плотно сотрудничаем с Белоруссией, немножко с Казахстаном и совсем чуть-чуть, буквально там несколько поставок были в Кыргызстан. Кроме этого, была одна поставка за рубеж, по-моему, это была Литва. Я консультировался несколько раз с Павлом Шишкиным, с известным российским волейболистом и с известным бизнесменом группы компании «Тактика». Несколько раз я был у него в офисе, он меня всячески отговаривал от производства, говорил мне, ну что-нибудь сделай, ну открой ты магазин по продаже экологических продуктов питания. Но я как человек упертый сделал то, что считал нужным сделать, то, что мне хотелось, и об этом не жалею. Я вообще не жалею о том, что было. Как-то так я устроен, видимо. Я очень рад за эту команду, которая выиграла Олимпийские игры, и я смотрел этот матч, и это было потрясающе. Я смотрел этот матч из Уфы, это был мой предпоследний сезон в волейболе, и это было просто что-то нереальное. На мой взгляд, то, чем мы занимаемся, это очень почетная деятельность. Почему зерно, почему мука? Потому что это что-то настоящее. Это во-первых. Во-вторых, потому что в этом у нашей страны я вижу огромный потенциал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова